Зоозащитники со всей Украины недалеки от победы. На этой неделе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о жестоком обращении с животными. Сейчас волонтеры продолжают собирать подписи и доказательную базу, ведь кроме них четвероногих защитить просто некому. Настоящие люди и спасенные с того света животные. В следующем сюжете. 4 апреля по всей Украине прокатилась волна митингов против участившегося жестокого обращения с животными. Зоозащитники из разных городов требовали обратить внимание власти на вопиющие факты издевательств, к которым прибегают докхантеры. Под стены Одесского гурсовета митингующие пришли со своими четвероногими друзьями. Я не знаю, почему у нас в стране настолько все так печально с животными. Ну и, наверное, скорее всего, потому что в первую очередь нет закона. То есть нужен закон о содержании животных. Жестокость зашкаливает в нашем обществе сейчас. Красавица Майли пострадала от действий человека. Ее сбил мотоцикл. Вита, не раздумывая, взяла животное под свою опеку. Выходила. И теперь не представляет, как раньше жила без преданного друга. Майли, сиди. Дай пять. Я очень рада, что у меня такое есть животное с улицы. Потому что преданней, наверное, нет. Волонтер Ирина сама хозяйка говорящей хаски-локи. Лоббирует права животных только полгода. Но за это время девушка помогла спасти и обрести новую семью многим животным. То, с чем приходилось сталкиваться, повергало в шок. Недавно к нашим волонтерам обратилась женщина. Она попросила пристроить собаку. Собака эта прошла через все круги ада. Мне даже представить сложно. И она до сих пор доверяет людям. Это удивительно. Сначала чучу отравили. Чудом собака осталась жива. Через некоторое время еще одни нелюди живьем зарыли животное в землю. Женщина вечером шла с работы домой и услышала, как из-под земли доносятся плач собаки. Женщина начала голыми руками откапывать землю. И увиденное было просто страшно до ощущения нереальности. Сейчас чуча находится на передержке и очень ждет своих настоящих хозяев. Ирина надеется, что желающие взять измученное животное все же найдутся. Ведь все хотят щенка-карапуза, а не взрослую покалеченную собаку. Не оставляйте собаку в беде. Она очень и очень нуждается в вашей помощи. К счастью, есть много людей, которые не боятся трудностей и с радостью принимают в свою семью животных, покалеченных нашими же собратьями. Сегодня в Одессе открылась фото-выставка, посвященная таким особенным питомцам и их новым хозяевам. Я довольно давно помогаю волонтерам по участии в фотографировании бездомных животных. Уже много лет этим занимаемся. И, в принципе, для меня это был довольно привычный формат. Вадим говорит, что для животных и для их хозяев весь процесс фотосъемки был волнительным. Ведь судьба питомцев-инвалидов мало кого волнует. Но организаторы проекта надеются, что благодаря их усилиям все подопечные будут попадать в любящие семьи. Мы решили сделать такую фото-выставку для того, чтобы донести до людей, что бездомных животных брать не стыдно, бездомных животных можно брать можно, бездомных животных можно усыновлять. И не только бездомных, но и животных особенных, которые с какими-то физическими отклонениями. Хозяева особенных животных о своих по-настоящему человеческих поступках на камеру говорить стесняются. Утверждают, что ничего такого не сделали, смог бы каждый. Артем принес в свой дом котенка с переломанным позвоночником. Сейчас Огонек живет там, где его очень любят. Его, кажется, переехала машина, когда он был совсем маленьким котенком. И у него было потеряно зрение. У него было очень плохое зрение. Благодаря стараниям и усилиям таких настоящих людей на этой неделе большинством голосов Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за жестокое обращение с животными. Я искренне очень поддерживаю, но опять-таки нам надо дождаться второго чтения, нам надо дождаться подтверждения этого закона президентом. Зоозащитники со всей Украины надеются, что закон несмотря ни на что примут. Но главные опасения касаются его выполнения, ведь до сегодняшнего дня изверги отделывались административными штрафами, хотя им самое место в тюрьме. Елена Крылатова, Алексей Филиппов, Алексей Пережилин. Итоги недели. Седьмой канал.